Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Захотелось мне тут приготовить пирог. При этом, чтобы он был вкусным, но это даже говорить не стоило, простым и быстрым. Рассказываю про предполагаемый способ готовки ненаглядный. Она такая, так это же галет. Я говорю, какой галет? Ну, французский классический пирог. Полез в интернет смотреть. Ну, галет не галет, но что-то такое общее, безусловно, есть. Начинок у этих французских пирогов миллион. Объединяет все эти пироги одно. Пирог открытый, тесто песочное и собирается он без формы. Загибаются края и все. Короче, я буду готовить так, как придумал, а французы пускай готовят, как хотят. Итак, для теста я взял муку, сметану, сливочное масло, соль с содой. Начинка будет двухслойная. Первый обжаренный фарш с луком, второй картофель-гратен, который я заправлю белым соусом. Для соуса взял молоко, сливочное масло, муку и сыр. А начну я с теста. Масло для него должно быть очень холодным, поэтому пока не успел нагреться. Проще всего и быстрее. Такое тесто готовится в таком вот измельчителе. Но можно и руками. Масло, мука, соль с содой. И быстро разбить в песок. Пара-тройка вжухов. Готово. Теперь сметану сюда и еще пара вжухов. Показываю. Вот как оно выглядит. Теперь слегка обмять и уплотнить вот такую небольшую лепешку. Обмять надо именно слегка. От теплорук масло топиться начнет, а значит песочность теста пропадет. Поэтому не усердствуйте. Ну и сейчас завернуть в пленку и на полчаса в холодильник. Обратили внимание, какая у меня классная доска? Это подписчик прислал из Новосибирской области. Смотрите, какая обалденная. Это венге торцевая. Обалденная качество. Огромное спасибо. У него своя столярная мастерская. Для интересующихся я внизу под роликом оставлю ссылочку на его инсту. Суперская доска, скажите. И пока оно остывает, займусь начинкой и подготовлю соус для гратена. Зеленую часть отделить. Кастрюлю ее на репчатую пополам. Тоже половину в кастрюлю. И молоко сюда. Сейчас надо довести до кипения, убавить огонь до самого слабого. И оставить так провариться минут 10-15. Масло в сковороде уже надо разогревать. Парей репчатый мелким кубиком. И на сковороду прожарить до прозрачности. А вот затем уже добавлю фарш. У меня здесь смесь говядины и свинины. Картошку для гратена надо нарезать ломтиками. Лук уже в отличном состоянии. Пора класть в фарш. И сразу можно соль и перчить сюда. А картошку тварить до полуготовности в подсоленной воде. Процесс идет. Уже пора заниматься белым соусом. Ну, то есть, бешамель, в который я просто сыр добавлю. В сухую посудину положу муку и минутку прожарю. И только через минуту добавляю масло. При непрерывном помешивании прожарю эту смесь. Французы называют ее рум. Кстати, знаете, три главных секрета французской кухни? Это масло, масло и масло. Пора добавлять молоко. Но сначала из него все следует удалить. И молоко по частям. И перемешать как следует каждую часть. Не спешите. Так, а теперь натру сыра и часть его добавлю в соус. И немного оставлю на самый последний момент приготовления. Теперь перец сюда и мускатный орех. Соус я ничем не приправлял, так как сыр имеет свой вкус. И этот вкус довольно силен. Вкусно, но сыр недостаточно соленый. Так что немного соли не помешает. Вот теперь отлично. Между тем фарш уже в отличном состоянии. Пора выключать нагрев. И сразу сюда часть соуса. Вот так вот. Ай, какая вкуснямба здесь. Картошку тоже пора сливать. Все начинки готовы. Раскатываем тесто и собираем пирог. Духовку, кстати, уже можно греть. До 180-190 градусов. А тесто катаем до толщины 4-5 миллиметров. По идее, такой пирог можно и в форме, конечно, собирать. Но раз уж взялся, сразу готовить. В самом простом варианте. То не буду отступать от первоначального плана. У меня был план, и я его придерживался. И переношу на бумагу для выпечки. А теперь начинку. Вот так. И сейчас собираем края. И сверху на картошку в соус. Напоминаю, она варилась в подсоленной воде, так что картошку сейчас солить не надо. В духовку. На полчаса. Но за 5 минут до готовности надо будет сверху пирог посыпать сыриком. Ну, еще 5 минут и за стол. Вот такой недогалет, или скорее перегалет у меня получился. Так. Пора уже начинать. Хватит чирикать уже, а? Солнце увидели, вот, и начали тут песни петь. Заглушают меня. Так. Ммм. Это именно то, что я хотел. Обалдеть. Очень классный фаш. Весь в этом соусе. В белом соусе. То есть бешамель с сыром. Он очень сочный получается. Он классный, он сырный. Картошка тоже пропитана этим соусом. И самое главное. Вот это вот тесто, оно пропитывается всеми вкусными ароматами. Получается очень-очень классное. Это тесто я сделал такое же, какое я делаю на Балиш. Просто изумительное. Так. Ну, а теперь по картошечке. По картошечке. Ммм. Изумительно. Просецкая еда, но при этом безумно-безумно вкусная. И тесто. Обалденно совершенно. Совершенно обалденная. Классная. Мягкая. Просто супер. Короче, готовьте, даже не думайте. Это классно. Это божественно. На этом позвольте закончить. Напоминаю. Промо-код Фреска позволит вам сэкономить. Я сегодня использовал вот такие классные Самора Больф. Обалденные. Да. Еще раз. Огромное спасибо за доску. Инстаграм мастера под видео. Спасибо за компанию. Лайки, дизлайки, репосты. Вперед. Поделитесь своими галетами. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok